Что у вас самое ценное? За что бы вы были готовы умереть? На протяжении всей истории были смелые души, которые приняли пытки и смерть, но не отказались от своей веры. Для них истина стоила того, чтобы умереть за нее. Их преследователи могли отнять у них друзей, семьи, их работу, их дома и их имущества, но они не могли отнять у них любовь к Богу и их желание повиноваться Его Слову и велениям своей совести. Музей пыток в средние века. Мы стоим здесь в музее пыток средневекового городка. И когда мы смотрим на все эти инструменты вокруг нас, мы поражаемся бесчеловечности человека по отношению к человеку. Эти инструменты, которые использовались государством, чтобы заставить людей признаться в различных преступлениях. А позже к этому присоединилась церковь и всякий раз, когда возникали подозрения, что кто-то распространяет еретическую информацию или был еретиком, они передавали государству, инквизиторам и их пытали, чтобы получить от них признание. Инструменты, которые мы видим здесь вокруг нас, действительно невероятны. Вот это здесь был особым подъемником, которым можно было прикрепить человека. И так как они обычно делали, они связывали руки за спиной вот таким образом, затем поднимали руки сзади и зацепляли их за этот крючок, а затем поднимали человека с помощью этого подъемника. И в зависимости от степени тяжести, вам вполне могли бы прикрепить ногам вот эти камни разного веса или некоторые из них. Так что в конце концов руки вырывались из суставов и это причиняло невероятную боль. Здесь вот винт для пальцев. Можно было подложить под него разные пальцы или подложить под него большой палец, а затем завинтить их и причинить неимоверную боль. Невероятно, что люди придумывают, чтобы причинить боль. Вот этот особенно неприятный, потому что вы связываете человека, можно лежать на животе или на спине, положить его вдоль этой так называемой кровати. И были вот эти ролики, которые будут двигаться с шипами, металлические шипы, очень острые и, конечно, это причиняет невероятную боль. На другом конце вы зацепляли за веревку, которая связывала ноги вместе, а потом растягивали человека над стойкой, вбивая эти гвозди в спину или другую, любую сторону, которая соприкасалась с этим. Здесь больше роликов. Это также может помочь с перекатыванием по другой стороне. Невероятно, что люди действительно смогли сделать что-то подобное. А там вот есть стул с шипами. Есть мнение, что, возможно, это был просто способ напугать людей. Но есть также достаточно доказательств того, что он действительно использовался. Человек садился на них. Это колючие металлические шипы. Шипы вставляют вот эти ноги в эту доску и привинчивают ту же и ту же. И это должно быть было очень неудобный способ сидеть. Все эти методы использовали с 14 века и далее. Интересно, что это продолжалось более 400 лет. И только в 1813 году они фактически остановили этот процесс и вывели это из состава государства Бавария. Но подумать, что человечество могло сделать это с человечеством. Во время Инквизиции доминиканцы были теми, кто контролировал Испанскую Инквизицию. И они предавали людей государству. Им миллионы людей были подвергнуты такому вот процессу. Позже, когда иезуиты начали контрреформацию, они отвечали за Инквизицию в Риме. Так что у вас были эти соперничающиеся фракции, продвигающие эту методологию. Что удивительно, так это то, что им не было разницы, мужчина это или женщина. Они одвенаково подвергались этой процедуре. И это еще раз доказывает тот факт, что женщины выносливые мужчин, потому что они лучше справляются с болью. Утверждается, что около 60% из них действительно могли выжить, не выбивая из них признания. Когда еретики или предполагаемые еретики подвергались такой пытке, интересно, что инквизиторы стояли и записывали процедуры. Признания часто выбивались у отдельных лиц. И конечно же не было вообще никаких признаний, потому что некоторые люди просто от силы самой боли сдавались и сознавались в преступлениях, которые они никогда не совершали. Людей также высмеивали, их обычно проводили по улицам, в одежде вот этой или либо порванной, либо полностью снятой, чтобы опозорить их перед людьми. Они были выставлены на показ в клетках. Это было невероятно жестокие механизмы обращения с преступниками, что сегодня немыслимо. Но человеческая природа не изменилась. Человеческая природа осталась такой же, какой она была всегда. И возможно ли, что человеческая бесчеловечность могла бы снова подняться до такого уровня, как этот? В мире очень много жестокости. И если мы не Дух Божий, где бы мы сейчас были? Это зажимы для тела. Они были разработаны, чтобы причинять боль, искажать положение, причинять людям жесточайшие муки. Вот этот, в частности, весьма интересен. Вам засовывали ноги туда, голову туда, и вас могли двигать ее так, что человек хрустел и в крайне неудобных позах. Вот еще один зажим для тела и шеи, который можно удлинить и растянуть человека. Зажим для головы, где вы могли бы вкрутить эти винты в череп. Зажимы для ног. Наверху есть изображение отрубленной руки. Кажется, что наказания, которые были у них в средние времена, были очень похожи на некоторые наказания, которые мы даже имеем в религиозных системах мира и по сей день. Итак, человечество по-прежнему имеет ту же природу. И только Бог, сдерживающий ветры, не дает человечеству вернуться к такой ситуации. В средние века, когда церковь и государство в Союзе практиковали гонения на христиан, протестантов, заключение в тюрьму было, конечно, одним из самых распространенных способов обращения с этими людьми. Их сажали за решетку, такой как эта, с маленькими решеточками, чтобы кормить их в самых анисанитарных условиях, в холоде, сырости и среде, зараженной крысами, без средств личной гигиены. И только подумайте, эти люди годами сидели в заключении. Мария Дюран была заключена в тюрьму на 38 лет. И все, что им нужно было сделать, это отречься от своей протестантской позиции. И ее могли бы освободить. Они выставляли жениха, который просил, умолял ее отказаться от своего положения, но она была полна решимости сопротивляться. И она записала это на камни. Просто невероятно, через что проходят люди, чтобы твердо стоять за праведность, принцип и истину, несмотря на то, что бесчеловечность человека может сделать с человеком. Мы бы не знали, для чего на самом деле предназначали все эти инструменты, если бы все не было так верно записано. Это было почти возведено в ранг искусства. И у нас есть различные книги, описывающие все различные способы пыток. Некоторые из этих инструментов, которые мы видим здесь, довольно мерзкие. И у вас есть обычные винты, винты для пальцев. Затем у вас есть различные винты для ног. И еще вот этот особенно интересен. Это винт для языка. И язык помещали вот сюда. И завинтили, чтобы причинить максимальную боль. Но самый отвратительный всех, наверное, вот этот сверху. Это был так называемый ротовой винт. И вы можете увидеть, что двое из них прикованы друг к другу. Это по определенной причине. Вы можете использовать только один, но вы также можете использовать два, в зависимости от того, с какой стороны человека вы работали. Это ложили в рот. И открывали рот. И иногда могли открыть его так широко, что челюсти могли фактически вывихнуться. А потом можно было заливать туда разные жидкости, горячие или холодные. Это было отвратительно. Могли заливать фекальные отходы и многое подобное в этом роде. Но вы также можете использовать это, если вы включите свое воображение и с другой стороны тела. Эти двое были прикованы друг к другу. И если представить женскую анатомию, то можно было бы устроить такую же пытку двумя вставленными инструментами одновременно. Только подумайте, что человечество может даже придумать, чтобы создать эту отвратительную форму пыток. Это просто уму непостижимо. Очень интересно, что пытки не были случайной процедурой. Это была очень регламентированная процедура. И были очень конкретные законы и юридические книги, написанные о том, каким это должно быть сделано. Вот этот документ датируется 1507 годом. И в нем есть все правила относительно того, что должно быть сделано и как это может быть сделано. Всякий раз, когда применялись пытки, в них участвовало несколько человек. Был палач, ответственный за причинение пыток. Он также отвечал за приведение в исполнение смертного приговора, когда это было необходимо. И интересно о нем то, что он также очень хорошо разбирался в том, как справляться со всеми этими травмами, которые были нанесены. Он был как врач на районе. И, видимо, люди шли к нему, чтобы перевязать и залечить свои раны. Затем были писцы, которые записывали все, что происходило. Присутствовали свидетели и судья. А в случае инквизиции, если это было делом судьи, то инквизиторы должны были наблюдать за процедурой. И если мы перейдем к следующему документу, мы увидим, что был протокол. Здесь у нас протокол пыток. Это очень специфический документ. И все очень хорошо задокументировано. Они точно расскажут вам, что произошло. Вот откуда мы знаем, что происходило в те дни и как осуществлялись эти процедуры пыток. Конкретно здесь протокол ведьмы, или так называемой ведьмы Катарины. И здесь очень точно записано, что именно произошло в процессе пыток. Если мы перейдем к следующему документу, это протокол свидетелей. Было два свидетеля, которые точно записывали, что происходило. Так что все было очень и очень регламентировано. И это довольно увлекательно. Интересно, что во многих регионах мира, где народы или государства применяют пытки, они также регулируются в соответствии с определенными процедурами. А здесь у вас даже есть пособие по теории пыток. Это увлекательно. Пытки, конечно же, предназначены для причинения максимальной боли, не обязательно приводящие к смерти человека. Вы хотите только получить признание. Настоящее признание или признание под принуждением, это уже не имеет значения. Это был способ причинить боль, не вызывая смерти. И в современных правительствах у нас был очень похожий опыт с различными методами пыток, используемыми различными режимами на протяжении веков, а также секретными организациями и тайной полицией. И даже в современных ситуациях у нас очень хорошо отрегулированы процедуры. Некоторые из них, например, использование пытки водой в Соединенных Штатах должны быть одобрены Конгрессом, прежде чем их можно будет ввести в действие. Итак, кажется, у нас всё ещё есть тенденция придерживаться некоторых из этих средневековых практик. И кто знает, бесчеловечность человека к человеку может привести к возрождению такого рода процедур. Будем молиться, чтобы этого не произошло. Возможно даже, что человечество могло бы ввести эти вещи снова, потому что бесчеловечность по отношению к человеку по-прежнему является нетлемой частью падшей природы. Я искренне надеюсь, что Бог вмешается, прежде чем они снова вернутся к этому уровню. Субтитры создавал DimaTorzok